Всем здрасте, это факт по программированию номер 3, факт конечно же в хорошем смысле слова, то есть вопросы и ответы, и чтобы не затягивать время, давайте я вам покажу вопрос, который мы сегодня обсудим. Итак, первый вопрос, вернее он уже 11 в этой серии, а не много ли классов в вашем приложении? Были такие моменты, когда мне спрашивали некоторые люди, очень интересные на мой взгляд, почему так много классов, зачем они нужны, не проще ли запихнуть в одном, в принципе можно и слепить функционал, в общем, если соблюдать принципы Solid, первый из них Single Responsibility, ну так, в общих чертах, если можно выразиться, то как раз вот этот принцип говорит о том, что у вас должно быть много классов, более того, если у вас много мелких классов, то это должны быть не просто классы, а именно структуры. Я думаю, что я ответил на этот вопрос. Вопрос номер 12, который второй по очереди. Итак, использование TypeScript, например, в React.js пропадает, динамическая типизация, что несомненно можно отнести к плюсам JavaScript. Это большое-большое заблуждение. На самом деле TypeScript ничего не убирает, а только добавляет, то есть теоретически вы всего лишь навсего пишете тот же самый JavaScript, но только другим способом. TypeScript позволяет привнести полезные штуки в язык, и в частности полезные штуки, которые так или иначе можно спроецировать на OOP, то есть объектно-ориентированное программирование. Что говорить о динамической типизации? То здесь на самом деле все очень просто. Если речь идет о том, что вы можете одной и той же переменной дать разные значения, разные типы, то, собственно говоря, TypeScript никоим образом это не отрицает. Вы можете поставить тип any, что говорит о том, что также вы можете передать любое значение любого типа в эти переменные. Таким образом, никуда ничего не пропадает, а только добавляется возможность управления типами и контролирования их. Вопрос номер 13. В общем-то, на самом деле очень длинный, вы, конечно, можете прочитать. Я скажу следующее. Тестирование, оно на самом деле имеет несколько уровней, несколько подходов. В частности, есть подход юнит-тестирования, есть нагрузочное тестирование, есть интеграционное тестирование, есть системное тестирование. Их очень много. Когда мы говорили... То есть этот вопрос был задан в концепции юнит-тестирования, поэтому тестировать можно, конечно, все, но все ли имеет смысл? Смотрите, вопрос, вот первая часть, да? Произошла ошибка при записи в базу данных. Во-первых, если вы используете Entity Framework, то юнит-тестирование делали разработчики команды юнит-ов-ворк. И, естественно, они написали, скорее всего, не один тест. И они контролируют процесс, и, соответственно, они гарантируют, что эта запись при наличии стрейнов, то есть при каких-то условиях, она будет всегда сохранена. То есть тестировать то, что уже за вас протестировали, по большому счету, совершенно не имеет никакого смысла. Другой вопрос, что если запись в базу вернула какую-то ошибку, ну так в этом смысле как раз уже и нужно тестировать результат обработки вот этой операции. То есть если вы нажимаете команду Save, там, допустим, Save какой-нибудь контракт или Save Order, то вам нужно посмотреть результат, возвращаемый этим методом. А запись, появилась ли запись в базе данных или не появилась, это на самом деле путь в никуда. Потому что вы, во-первых, связываете базу данных с вашими тестами, и, соответственно, ну, в общем, юнит-тестирование сводится к каким-то автоматическим записям в базу данных. Более того, если вы прогоните этот тест второй раз, у вас запись куда денется? Она добавится? Удалится? А как вы Any проверите, если их там не должно быть? Вы будете заново удалять? Ну, в общем, я думаю, что в этом варианте я ответил, да. Юнит-тесты, юнит-тесты в частности, ничего не должны писать в базу, они должны это все делать виртуально. И, собственно говоря, вот второй вопрос вытекает из этого же вот серии, да, то есть как тестировать авторизацию, например, приходит ли ожидаемый ответ от контроллера при наличии или отсутствии определенного клайма. Смотрите, здесь вопрос немножко сложнее. В общем, наверное, не сложнее, просто заход немножко с другой стороны. Во-первых, вы тестируете всегда бизнес-логику, не надо тестировать те механизмы, которые, опять же, придумали и протестировали за вас. Клаймы – это авторизация, например, это может быть или встроенный клиент авторизации на ASP.NET MVC, или в ASP.NET Core используется, допустим, Identity Server. Люди уже придумали все давным-давно и все это протестировали. То есть, если у вас есть клаймы, они придут. Если они не пришли, то этот… То есть, если вы клаймы добавляете в токен, да, например, то они обязательно придут. Это уже протестировано. Не может такое, чтобы вы добавили в токен, а он не пришел. Суть в следующем. Вы тестируете бизнес-логику. В данном варианте, если говорить про функционал, то вы тестируете, есть ли у пользователя какой-то клайм или нет его. А вот пришел он и не пришел – это уже другой вариант. Если вы добавили клайм в токен, то он однозначно придет. Это гарантирует, например, Identity Server или другие спецификации, в частности, которые реализует Identity Server. Вопрос в том, что, проверяя бизнес-логику, вы так или иначе делаете условные какие-то параметры, которые проверяют наличие этого клайма. Если его нету, то ваше приложение, то есть то, что вы написали, вот то должно работать правильно, а не то пришел токен с клаймом или нет. Я думаю, что я ответил на этот вопрос. Но если есть нужные подробности, то давайте подпишемся в комментариях, и я сделаю еще одно видео по этому поводу. Вопрос. Выбрасывать аргумент null reference. Ну, смотрите, давайте по первой части. Здесь, на самом деле, все очень сложно. Когда-то, очень давно была возможность, была необходимость или, так сказать, тенденция, описывать работу бэкэнда через экзепшен. То есть, вся работа бэкэнда сводилась к тому, что если правильно, то приходи, окей, а если неправильно, получи экзепшен. Это было очень давно. Это практиковалось еще, наверное, с Delphi 2.0, насколько я помню. Я сам писал такой код, это работало. Это, на самом деле, один из способов. Но в последнее время, да, там где-нибудь, вот, когда появились паттерны, то есть, более глубокое стало их использование, когда появились всякие умные люди, там, типа Марк Симона или, допустим, Мартина Фаулера, или еще что-нибудь типа этого, людей, которые умеют и знают. Вот это вот, ну, использование, общение с UI, да, или общение с пользователем через экзепшены, оно свелось на нет. Во-первых, все экзепшены приходят на английском языке, их нужно как-то локализовать под определенную культуру. Во-вторых, они не всегда понятны пользователю. И, в общем, они не всегда соответствуют тому, допустим, тому описанию проблемы, которые возникли реально в базе данных, например, ну, допустим, констрейны. В общем, так или иначе появилась возможность, и, вернее, потребовалось говорить пользователю более его, там, user-friendly, да, то есть более человеческим языком о том, что произошло в базе данных. А, как вы понимаете, в экзепшенах не всегда, да, есть возможность, там, перехватить, переименовать или вставить месседж или еще что-то. Поэтому обработка экзепшенов опустилась на более низкий уровень, и это, как бы, свидетельство о уровне разработчика. То есть, если он это обрабатывает, если он предвидел и написал там правильное значение, то UI или, допустим, там, Front, они получат уже более адекватный для пользователя, более понятный ответ. Что касается второй части вопроса, это замена одного исключения другим, я так предполагаю, что в одном из видео я говорил, что, допустим, есть системный аргумент null-reference-exception, и я его подменяю на микросервис аргумент null-reference-exception. Экзепшены, на самом деле, это такая, ну, как бы, неприятная вещь, то есть, когда она особенно не обработана. Так вот, если у вас приходит все время, ну, давайте просто говорить, да, null-reference-exception, да, если у вас какое-то время приходит null-reference-exception, ну, это на самом деле, помимо того, что это очень печально, да, то очень трудно найти, что за null-reference. И тут еще есть вероятность того, что это исключение выкинули либо вы, либо система. Так вот, чтобы четко и ясно отделять все исключения системные от, так сказать, исключений вашей программы, вашего приложения, я предпочитаю их прям вот просто оверайдить, да, например, если null-reference-exception у меня есть в моем фреймворке, который называется Nibble, микросервис null-reference-exception. Если у меня есть, если есть, допустим, exception not-found-exception, то у меня есть микросервис not-found-exception. Что это дает? Когда у меня приходит какое-то исключение, я прям по названию исключения могу точно сказать, да, это я предусмотрел, и где оно примерно должно быть, и как его найти. Либо, если, допустим, приходит вместо микросервис null-reference-exception, приходит просто null-reference-exception, ну, тут я уже в шоке, значит, я что-то где-то лопухнулся, реально не предусмотрел этот null, значит, его выкинула система, ну, значит, вообще все плохо, и мне, как, ну, в некотором случае, в некоторых местах, да, там, темлиду, да, более четко определить, сколько времени потребуется на его устранение. Если я вижу это микросервис null-reference-exception, значит, я говорю, что на это потребуется час-два, а если это систем null-reference-exception, то это уже где-то глубже, где-то далеко, где-то нужно более серьезно смотреть, и, собственно говоря, на это потребуется больше времени. Вот с этой точки зрения я всегда свои собственные аргументы, в смысле, свои собственные экзепшены, ну, override от системных. Наверное, на этом все, и давайте прощаться, и если что-то непонятно, пишите, задавайте вопросы, и всего доброго! Продолжение следует...